Через два года будет зажжен огонь Олимпийских игр в Сочи, а 7 февраля 2012 дан старт официальной регистрации волонтеров для работы на крупнейшем международном спортивном форуме. Волонтерский центр Омского университета путей сообщения – один из 26 в России, которым доверена честь специально готовить помощников для работы на Олимпиаде. Каждый житель страны может зарегистрироваться в качестве волонтера и в 2014 году, после прохождения процедуры отбора и обучения, попадет на Олимпийские игры. Игры таких волонтеров будут на Олимпийских игр 25 тысяч, а Томска по соглашению с Оркомитетом ОМГУПС, по соглашению с Оркомитетом Сочи 2014 должен будет отправить порядка тысячи волонтеров, обученных, проверенных, прошедший отбор. Несмотря на то, что до начала Олимпийских игр еще два года, подготовка к ним ведется активная. Ребята стажируются на спортивных мероприятиях, которые проводятся в Омской области. Хорошей практикой в августе прошлого года для 50 волонтеров стал 22-й Сибирский международный марафон. Большая часть волонтеров находилась на пунктах питания и выдачи воды вдоль всей трассы пробега. Остальные работали сопровождающими и переводчиками. Результат устроил по времени. Результат хороший? Да, это хороший. Хорошо? Да. Не хочешь быть немного быстрее? Также волонтеры участвовали в проведении первого Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею, рождественского полумарафона, матчах волейбольной команды «Амичка» и других. А две представительницы Омской области помогали участникам и зрителям на первых юношеских Олимпийских играх, которые прошли в австрийском Инсбруке в конце января. Волонтеры трудились информаторами, помощниками в обслуживании мероприятий, аккредитации, сопровождении национальных делегаций. Конечно, это колоссальный опыт, это, разумеется, это естественно, но самое главное, это действительно вдохновляет. Я поняла, что волонтерство – это действительно мое, что это, что ты чувствуешь, когда ты чувствуешь себя нужным, это, ну, это прекрасно. И мы там провели действительно время с пользой, с пользой и с удовольствием. Омский волонтерский центр на Сочинской Олимпиаде будет отвечать за работу направления «Транспорт». Организаторы сообщили, что набор будет проходить до конца года. Конкурс ожидается большой, как в престижном ВУЗе, от 4 до 8 человек на место. В тысячу омских делегатов войдут самые активные и надежные. Сочинской Олимпиаде Сочинской Олимпиаде